На сегодняшний день Гострудинспекции Края оформлена штрафов на 10 миллионов рублей. Тем не менее, в ходе мониторинга продолжают выплывать предприниматели, которые уклоняются от выплаты налогов и выдают зарплаты работникам в конвертах. Такие нарушения выявляются практически во всех отраслях. 26 тысяч сочинцев получают серую зарплату, и это недопустимо, отметил Анатолий Пахомов. Мы уже не раз на эту тему говорили и просили наших предпринимателей, чтобы они просто-напросто на чужих ошибках сделали выводы и прекратили эту ненужную практику, которая делает вас нарушителями закона в первую очередь. По результатам последней ревизии, проведенной в Хостинском районе, выявлены четыре нарушения. Предприниматели, ведущие деятельность вне закона, были приглашены накануне в мэрию на заседание межведомственной комиссии. Одни платят зарплату ниже минимальной, другие – в конвертах, а некоторые работодатели и вовсе не предоставляют отчеты в налоговую службу. Вы знаете, что по трудовому законодательству человек к вам зашел и работает три часа. Вы обязаны оформить с ним трудовой договор. Все эти люди, которые у вас работают по серым схемам, они потом пополняют армию обездоленных людей, которые становятся нашими пенсионерами. Таких в городе сегодня 43 тысячи человек. А вот самим предпринимателям выписывают штрафы. Может грозить даже уголовная ответственность. Ведь устраивая на работу человека без оформления документов, работодатель не может быть уверенным в безопасности своего коллектива. По данным полиции, в ходе работы ревизора в Сочи были найдены преступники, находившиеся в федеральном розыске.